Дамьян Бальби Он жил вдвоём с отцом, светловолосым великаном, тихим и немногословным, к которому его привязывало нечто большее, чем сыновний долг. Матери своей он не знал. Он вырос рядом с этим молчаливым, угрюмым человеком и сам сделался таким же молчаливым и угрюмым. Дамьяну было 14 лет, но он чувствовал себя взрослым мужчиной и рассуждал, как взрослый мужчина. Дамьян Бальби Утром мальчик поднимался раньше отца, чтобы приготовить кофе с молоком. Пока Дамьяну не исполнилось 9 лет, завтрак и обед готовил отец. Ну вот как-то вечером, вернувшись с работы, отец увидел, что на очаге кипит котелок, а мальчик склонился над ним и дует с очень серьёзным лицом. Когда отец приблизился, Дамьян, словно извиняясь, сказал «Я сварил тебе похлёбку, папа. Я теперь каждый день буду варить, так что, когда ты придёшь с работы, то сразу сможешь сесть за стол, потому что ведь ты так устаёшь». Великан растрогался. Он положил свою огромную лапищу на белокурую голову сына и изрёк «Ты в жизни далеко пойдёшь». «Я, папа?» «Да». «Почему?» «Почему?» «Я и сам не знаю, почему. Но мне кажется, мне, говорю, кажется, что ты не такой, как другие мальчуганы твоих лет, потому-то я и хочу, чтоб ты учился». «Я, когда мне было 15 лет, мечтал стать знаменитым художником вроде Леонардо да Винчи. Потом мне пришлось удовольствоваться работой каменщика. Но кто знает, может быть, о тебе судьба породеет, и ты станешь тем, чем я не мог стать». «Как-то вечером, вернувшись из школы, Дамьян нашёл отца дома. Он спал. Рядом с ним сидел другой каменщик. Он объяснил мальчику, ему стало плохо, сильные боли в спине и в груди. Пришлось вызвать скорую помощь. Теперь вот он заснул». Дамьян перепугался насмерть. Ему никогда не приходило в голову, что отец может заболеть. Проснувшись, отец принялся отчаянно стонать, и Дамьян побежал за доктором. Доктор велел немедленно отвезти отца в больницу. Его необходимо было срочно оперировать. Он сказал, что предполагает язву желудка и камни в печени. На следующее утро отца оперировали. Около полудня он скончался. Дамьян чувствовал себя так, словно у него вырвали обе руки и обе ноги. Сердце его исходило кровью от страшного горя, которое он переносил без слёз, без слов, как мужчина. Дядя Хосе, младший брат отца, тоже каменщик, такой же большой и робкий, как и старший брат, распоряжался похоронами. Когда вернулись с кладбища, он сказал племяннику. Ну что ж, Дамьян, теперь будешь жить с нами. Моя жена будет тебе матерью, а сыночек твоим братом. Ну, а я за отца тебе буду. Что ж тут поделаешь, Дамьян, уж кому что на роду написано. Отцу твоему туго в жизни пришлось. Хороший он был человек, многого стоил. Вот зато, верно, и не было ему счастья. Может, тебе повезёт. Я тебе за отца буду. Хочу, чтоб ты учение своё не бросал. А может, мне лучше работать пойти? Нет, не бывать тому, крикнул дядя и силой топнул своей огромной ногой о пол. Да ведь вы человек бедный, уговаривал Дамьян. Ведь вы, рабочий, каменщик, мало получаете. У меня кое-что отложено. Так, ерунда, около трёхсот песо. Мы из этих денег будем брать на книги, чтоб платить за учение. Потом, когда ты поступишь в институт, там видно будет. Твой отец для меня много сделал. Должен же я ему заплатить чем-нибудь за его заботы. И больше ни слова. Пойдём домой. Тётка, тощая и очень нервная, встретила Дамьяна неприветливо. Но её сын, двенадцатилетний мальчик, болезненный и щуплый, очень обрадовался, увидев этого угрюмого силача-брата, в котором сразу почувствовал своего будущего защитника. Дядя торжественно представил Дамьяна жене и сыну, словно те видели его в первый раз. «Карина, вот твой второй сын, наш старший сын. Сикстер, вот твой старший брат!» И он легонько подтолкнул Дамьяна. «Пойди, поцелуй своего братишку». Мальчики ласково обнялись и поцеловались. Тётка что-то сердито проворчала, но Дамьян был слишком расстроен, чтобы обратить на это внимание. Дядя тоже не заметил недовольства жены. Честный добряк был искренне взволнован всем происходящим. А Сикстер ликовал. Теперь у него есть старший брат, такой сильный, такой большой. И мальчик не отходил от Дамьяна и улыбался ему робкой улыбкой слабого болезненного ребёнка. Ночью Дамьян случайно услышал разговор, который никак не ожидал услышать. Единственная комната, служившая семьей спальной столовой, была теперь разделена занавеской. Большая часть была отведена под столовую и спальню для дяди и тётки. В меньшей за занавеской спали дети. Мебели было так мало, что здесь были, возможно, любые перестановки и перемещения. Дамьян, лёжа на спине, с устремлёнными в темноту глазами, думал об отце. По другую сторону занавески послышался шёпот. И потом голос тётки спросил. «Дамьян, ты спишь?» Сам не зная отчего, вероятно, боясь прервать дорогие его сердца воспоминания, Дамьян не ответил. И тогда тётка, думая, что он спит, стала говорить громче. Она сердит и упрекала мужа за то, что он привёл в дом лишнего едока. «Он сын моего брата», – сказал дядя. «Но каждый кусок, что ты даёшь сыну твоего брата, не унималась тётка. Ты вырываешь изо рта у твоего родного сына. Почему ты упёрся на том, что он должен продолжать учиться?» «Потому что мой брат этого хотел. Твой брат», – расферепела тётка. «Твой брат мог жертвовать для него всем, чем угодно. Ведь это его сын. А тебе он всего-навсего племянник. И у тебя собственный сын есть. Ты должен о сыне заботиться, а не о племяннике. И если он будет продолжать учиться, то твой родной сын должен будет стать каменщиком, как ты». «Домиан очень способный», – сказал дядя, – словно для того, чтобы убедить жену, нуждался в каких-то объективных доводах, не относящихся к области чувств. А наш Сикс-то, что греха таить, туповато. Не лезут ему науки в голову, да и только. Сама посуди. Ведь он уж пять лет в школу ходит, а всё ещё в третий класс не перешёл. Как бы мы ни хотели, чтобы он закончил учение, всё равно ничего не получится. Твердолобый он у нас. Весь в меня. А Домиан тот в своего отца вышел. Брат-то умница был. Он, бедняга, так хотел учиться. Но как только он начал ходить в школу, наши родители померли. Он и остался вроде как за отца для меня и для двух младших сестрёнок. Пришлось ему забросить книги, пойти работать. Пожертвовал собой для нас. А потом он хотел, чтобы я учился, раз уж ему не пришлось. Ха, куда там. В мою голову учение не лезло. Со мною было так же, как с нашим Сикста. Оба мы с ним твердолобые. Ну, что ж тут будешь делать? Это наша беда. Кто родился твердолобым, тот уж до смерти твердолобым и останется. Это вроде как горбатый. Он уж весь свой век горбатый и есть. Или, например, хромой. А сделать из нашего Сикста инженера или адвоката, да это так же невозможно, как сделать из хромого или горбатого заправского боксёра. Верно я говорю? Тётка что-то сердито пробурчала. Демьян не расслышал, что. Дядя продолжал. Мой брат хотел, чтобы его сын стал архитектором. Должен же я чем-нибудь заплатить брату за все его заботы, за всю его доброту, за все его жертвы. Я буду работать, чтобы его сын учился, чтобы он стал архитектором, как хотел брат. Разве это не будет справедливо? Мне кажется, я рассуждаю правильно и разумно. Если бы я задолжал что-нибудь лавочнику, ты первая нашла бы, что будет вполне разумно и справедливо, если я ему отдам долг. Верно ведь? Ну вот. А раз у меня есть долг по отношению к брату, значит, я ему должен уплатить. Вот как. Но ведь твой брат умер, попробовала возразить тетка, которую дядя на рассуждении, очевидно, не до конца убедила. Умер. Вот так довод, чтобы не платить долгов. Если бы лавочник умер, я бы уплатил долг вдове. Умер, говоришь, брат? Ну вот, я и плачу его сыну. Да ну, своего сына отнимаешь, упорствовала тетка. На учение племянника ты потратишь все свои сбережения, а когда нужно будет родному сыну, то взять будет неоткуда. Дядя рассердился. Да что с тобой говорить, закричал он. Бесполезно с тобой говорить. Ты этого не понимаешь и никогда не поймешь. И не потому, что ты твердолобая. Ты не твердолобая. У тебя сердце жестокое. Вот что. А такие вещи не головой. Сердцем понимать надо. И кончен разговор. Он погасил свет, намереваясь уснуть. Тетка еще некоторое время что-то ворчала, но Дамьян не мог расслышать ее слов. Долго не мог он успокоиться. Мысли так и кипели в его мозгу. Был момент, когда ему захотелось немедленно встать с постели, идти к дяде и сказать ему, что пойдет работать, что не будет больше учиться. Но что-то удержало его от этого шага. Наконец он уснул. Утром за чашкой кофе Дамьян сказал, «Ночью мне папа снился». «Да, а как он тебе приснился?» спросил дядя. «Мне снилось, что он мне сказал. Дамьян, брось ученье. Ты должен идти работать. Так что, дядя, я, знаешь, думаю». «Что?» спросил дядя побледнев. «Что ты думаешь, а?» «Я думаю бросить школу». «Ни за что!» крикнул дядя, стукнув кулаком по столу. «Ни за что!» повторил он еще громче. И стукнул кулаком по столу еще сильнее. Дамьян, собравшись с духом, попробовал его убедить. «Видите, сам папа сказал, это он тебе во сне сказал, значит, ты должен продолжать учиться. Сны всегда надо понимать наоборот. Если снятся похороны, в долгой жизни, если снятся мыши, к деньгам, правда, Карина обратилась в онк-жине, не надеясь, что она его поддержит. Но она не поддержала, только заметила. Не всегда. «Все равно!» закричал дядя. «Все равно ты будешь продолжать учиться, и кончен разговор». Он встал из-за стола и, на ходу допив свой кофе, поспешил на работу. Благородное поведение мальчика не смягчило сердце тетки. С первого же дня она начала против него глухую войну, поминутно раздражаясь, придираясь к мелочам, словно хотела капля за каплей вылить на него ту ненависть, которая распирала ее душу. Дамьян не подавал виду, что что-нибудь замечает. Когда бывало, он, сидя в уголке, учит свои уроки, а тетка рядом гладит и нарочно громко поет, Дамьян только затыкает уши руками и продолжает заниматься. Или вечером, когда на нацыпочках подходит в темноте к его кровати, стаскивает с него плюшевое одеяло и накрывает им своего сына, Дамьян лежит, не шелохнувшись, притворяясь, что спит. Или еще за обедом, когда она кладет ему самый жесткий кусок мяса, Дамьян молчит, ведь он слишком голоден, чтобы отказаться. В конце концов, если поэнергичнее жевать, дяде, Дамьян никогда ничего не говорил. Зачем? Хорошо, что дядя не замечает. Как раньше отец, дядя с интересом расспрашивал его о занятиях и бывал по-настоящему счастлив, когда племянник рассказывал ему что-нибудь из истории или, отвечая на его вопросы, говорил, как тот или иной предмет называется по-французски. За завтраком, когда муж был на работе, хозяйка ставила перед каждым из мальчиков по тарелке супа, но в тарелку сына всегда выливало яйцо. Когда она впервые вылила яйцо в тарелку Сиксту, а в тарелку Дамьяна не вылила, Дамьян поднял голову и серьезно посмотрел на нее. Она смутилась и сочла необходимым объяснить. Он слабый. Ему нужно больше, чем тебе. Тогда только Дамьян понял до конца эту мелкую душу. Он словно прочел эту душу в маленьких, сверкающих злобными искрами глазах женщины, в выражении ее лица, одновременно испуганном и ликующем. Он почувствовал, как слезы бросились ему в глаза, и какой-то комок застрял в горле, мешая дышать. Ведь он пришел сюда, ища утешение, сердцем полным любви. Почему же эта женщина так жестоко обращается с ним? Он пожал плечами и, глубоко засунув в рот ложку, проглотил вместе с супом подступившие в горло слезы. И только тогда смог выговорить, стараясь, чтобы тетка не заметила, что он лжет, «Да я совсем не люблю яйцо в супе». Мальчики очень привязались друг к другу. Это приводило в отчаяние мать Сиксту. Она хотела поссорить их. Если бы они стали врагами, это был бы лишний повод для нападок на Дамьяна. Но младший, болезненный и хилый, с обожанием смотрел на старшего, такого большого и сильного. Гораздо сильнее, чем наговоры матери, всячески старавшиеся восстановить его против Дамьяна, действовали на Сикста поступки брата, который помогал ему готовить уроки и заходил за ним в школу, если узнавал, что его обижают. Этот высокий, широкоплечий мальчик со светлыми волосами и синими глазами, который сжимал кулаки, и при этом кулаки у него были как у взрослого, и который как взрослый носил сороковой номер ботинок, внушал худенькому Сиксту самое глубокое уважение. Кроме того, этот великан, этот силач, способный поднять Сикста одной рукой и нести целый квартал, ни капельки при этом не устав, был его двоюродный брат. Жил с ним в одной комнате и сам взял его под свою защиту. Мальчик просто слышать не мог наговоров матери, которая тщетно пыталась перелить в сердце сына хоть каплю ненависти, наполнявшей ее собственное сердце. Стараясь почаще застать Сикста одного, она подолгу с ним беседовала, всячески оговаривая Демьяна. Все ее усилия были бесполезны, а ненависть тетки к племяннику все росла и росла. Раньше она вела хозяйство очень экономно, но с тех пор, как сбережения мужа оказались под угрозой, перестала заботиться о том, чтобы не истратить лишний центаву и, болтая с соседками, откровенничала. Уж не думаете ли вы, что я буду лишать себя самого необходимого для того, чтобы господин племянник мог учиться? Она применяла тактику нападения из-за угла. Никогда не решалась она сразиться лицом к лицу с этим мальчиком, который напоминал взрослому мужчину не только своим ростом, но и своим умом и характером. Как-то раз она, правда, попробовала пойти в открытую атаку. Демьян опоздал к обеду. И она принялась сначала ворчать на него, а потом стала кричать. Демьян не ответил. Он только очень серьезно посмотрел на нее. И во взгляде его она прочла такой горький упрек, что почувствовал себя побежденной. Подумать только, он не защищался, он не пытался оправдываться, как это сделал бы на его месте всякий другой ребенок. Это настолько изумило тетку, что она даже пожалела о своем поступке. Демьян, сохраняя молчание, ел холодный обед. Она сидела неподалеку от него и штопала чулки. Подняв глаза от работы, она каким-то испуганным голосом сказала, «Ты, конечно, скажешь, Хосе, что я тебе суп не разогрела». Я откликнулся, Демьян. «Я скажу, вы меня не знаете». Он проговорил это с такой уверенностью, что женщина остолбенела. И еще несколько раз потом с недоумением украдкой взглядывал на него. Никак она не могла понять этого мужчину в коротких штанишках, который мог только что так обстоятельно рассказывать вам о греках и римлянах, а пять минут спустя уже прыгать на одной ножке по двору, играя с малышами в класс. Три дня не могла она забыть сцену за обедом. Три дня подряд она относилась к Демьяну по-матерински ласково. И однажды вылила ему в тарелку яйцо, так же, как своему сыну. Демьян обрадовался этой перемене. Он ничего не сказал, но был очень доволен, потому что, несмотря на угрюмую внешность, был в душе ласковым и добрым, нуждался в любви и сам хотел любить. Он съел суп вместе с яйцом, позабыв, что когда-то говорил, что не любит яйца в супе. Этот знак внимания растрогал его. Но передышка длилась недолго. Вскоре тетка опять вернулась в своей мелочной войне и как-то раз за обедом снова дала ему тарелку супа без яйца. Впрочем, она сочла нужным объяснить свой поступок. Надо экономить, поэтому я не положила в твою тарелку яйца. А так как он слабее, она указала на сына, потом, немного помолчав, добавила более тихим голосом. Надо экономить, твое учение обходится очень дорого. Демьян перестал есть и поднял голову. Она отвернулась, избегая его взгляда. Внезапно на семью обрушилось несчастье. Однажды вечером, возвращаясь из школы, Демьян нашел двери дома открытыми. Женщины, дети, несколько мужчин столпились у дверей и словно ждали чего-то. Когда Демьян приблизился, ему рассказали печальную новость. Хосе, его дядя, упал с лесов и разбился. Только что его привезли в скорой помощи, мертвым. Демьян побежал в комнату. Тетка громко выла. Сикст, увидев его, подбежал и крепко обнял. Демьян молча замер на месте, глядя на неподвижное тело дяи на постели, повернутый лицом к стене. Ему казалось, что тяжелый камень внезапно свалился ему на плечи. Но он не склонил голову и не заплакал. Он стоял в немом молчании с потемневшим лицом и только все крепче прижимал к себе жалобно вслипывающего братишку. Да, теперь они стали настоящими братьями. На рассвете Демьян остался возле покойника вдвоем с теткой. Соседи и знакомые уже ушли. Сикста спал. Демьян не захотел ложиться. Он считал, что его долг всю ночь оставаться подле дяди. Тетка плакала и причитала. Теперь, чтобы нам на улице не остаться, я должна буду опять пойти на фабрику. Сикста тоже придется работать. А ты, я не знаю, что с тобой делать. Демьян подошел к ней. Он сказал, что Сикста должен по-прежнему ходить в школу. Я пойду работать. Я уже говорил с хозяином дома, на строительстве которого работал дядя. Он принял меня чернорабочим. Но скоро я выучусь. Через месяц я стану помощником мастера. Я уверен, Сикста не должен идти на фабрику. Вы получите трудовое пособие, ведь дядя умер от несчастного случая. А там увидим. Тетка встала с места и, обняв его горячо, порывисто, поцеловала в обе щеки. И заговорила, вернее, закричала. Сынок! Сынок ты мой! Хочу, чтобы ты был моим сыном! Что вы делаете? Тетя, спросил Демьян, изумленный, потому что тетка упала на колени и, обнимая его ноги, кричала. Прости меня! Сынок, прости меня! Я плохо с тобой обращалась. Прости меня! Демьян, взволнованный до того, что, казалось, сейчас задохнется, попытался улыбнуться. Он сказал, да что вы, тетя, встаньте! Не вспоминайте про эти глупости! Ну, стоит ли про такие глупости вспоминать? Что вы? Встаньте! Он поднял тетку и поцеловал ее в лоб. На следующий день после похорон дяди Демьян пошел на работу. Он вернулся вечером усталый и голодный, как когда-то возвращались его отец и дядя. Женщина поставила перед мальчиками по тарелке супа. Потом взяла яйцо, разбила скорлупу и вылила яйцо в тарелку Демьяну. Он поставил Сиксту свою тарелку, а себе взял его и объяснил тетке. Он слабый, ему нужно больше, чем мне.